Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо. Сегодня я в Санкт-Петербурге и вместе с профессором Алексеем Левицким мы проведем экскурсию по... По средоточию дзюдо нашего города. Это вот самый тот штаб, который развивает наш любимый вид спорта дзюдо на территории Санкт-Петербурга. В этом здании одновременно находится школа спортивной имени Анатолия Семеновича Рахлина. Тут же располагается федерация дзюдо Санкт-Петербурга и легендарный клуб Турбостроитель. Ну что, давайте пройдемся по коридорам исторического дзюдо Ленинграда. Да, по коридорам исторического дзюдо, но здание относительно молодое, потому что изначально, конечно, секция дзюдо, которую основал Анатолий Семенович много-много лет назад, располагалась в другом месте. Но благодаря его авторитету, его усилиям, конечно, наш город получил такое шикарное, роскошное, многоэтажное здание, где располагаются и тренировочные залы, и гостиница, и восстановительный комплекс, и места для проведения различного рода конференций, семинаров, мы можем только радоваться и гордиться, в каких условиях мы сейчас существуем. Можно сказать, что этот клуб, эта спортивная школа сегодня одна из лидеров дзюдо в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области? Ну, я думаю, что мы можем похвастаться тем, что мы лидеры не только в Санкт-Петербурге, но и хотим надеяться, что нас признают как передовых и на территории нашей страны, потому что членами и торбостроителя, и этой спортивной школы являются и чемпионы России, и призеры, и чемпионы мира, призеры Олимпийских игр, то есть, ну, да и что значит, призеры и чемпионов в тегерах, и Булаева, если мы возьмем, вот, да и Хасана Хармурзаева, вот, мы считаем, это вот наши люди, наши дзюдоисты, которые, значит, каким-то вот образом уже прикипели к нашему родному городу, не говоря о спортивном клубе. Ну что, давайте начнем небольшую экскурсию. Давайте, да. Значит, вот на этих стендах располагаются вехи развития нашей школы, краткий обзор биографических сведений об Анатоле Семеновиче Рахлине. Вот, смотрите, начало положено в далеком 1964 году. Значит, мы сейчас празднуем 60-е от Олимпийского дзюдо, да, и вот та же дата, 64-й год присутствует и на наших стендах. Так это практически 10 сентября, так это практически день в день с Олимпийскими играми в Токио. Смотрите, как, да, 10 сентября, и школа борьбы труд объявляет набор юношей в секцию самбо. Вот тогда, значит, все мы выходцы из самбо. Ну и вот, видите, вы можете наблюдать здесь юных выпускников. Это первая секция, которая сейчас у нас у всех на слуху, да. Владимир Владимирович, Аркадий Романович, Борис Романович. Ну вот, это как раз, так сказать, подопечные Анатолия Семеновича. Я смотрю здесь на фотографии Анатолия Семеновича Рахлина в военно-морской форме. Да, он служил на флоте, был чемпионом, я думаю, тут даже указано, что он стал победителем или чемпионом насчет каких-то флотских соревнований, да, так и было. Ну а вот этот калаш, это уже, значит, в этой маленькой секции изначально вышло несколько сотен известных жидаистов. Но если не жидаистов известных, то людей, которые посвятили себя здоровому образу жизни, стали специалистами в своих профессиях. Но закалка эта спортивная, значит, дала им возможность стартовать в большую жизнь. Ну, пойдемте дальше посмотрим, да? История сохраняется. Масса фотографий, которые отражают наши достижения питерского дзюдо. Вехи, восстановления, персоналии. Ну, Владимир Владимирович выходит из турбостроителя, всегда помнит об этом, но и вот, видите, к моему родному спортивному клубу «Турбостроитель». Да, так и есть. Ну, вот, здесь прекрасно оборудован тренажерный зал. Давайте зайдем, поздороваемся. День добрый. Самое современное оборудование. Прекрасные условия для физической подготовки. Любые веса. Да, многие фотографии, они уже не раз были напечатаны в различных средствах массовой информации уже, так сказать, исторические. Ну, есть эксклюзивные, естественно, которые только у нас находятся. Ну, вот, знакомые персонажи, которые, Антон Гривогулков, Александр Холмузнаев, наш, висущий чек-то от мира, Аданьян, видите, как раз, видимо, после победы. Вот, и что приятно, видите, на груди, моблимон «Турбостроителя». Анастасия Конкина, Алдасоев. Нормальный Гаян, двукратный чемпион России сейчас стал. Мадина Таймазова, естественно. Вот как раз вот исторический кадр, да, когда героиня попала в руки нашего Евгения Анатольевича, которая ее утешает. Судья, который судил Олимпиаду именно, значит, под эмплемы России. Так, вот тут, значит, такой, вот, ну, длинный отсек. Вот это личные вещи, принадлежащие Анатолиу Семенову. Сейчас попробуем снизу зажечь. Получается. Это здесь подарки, да? Это и подарки, и личные вещи Анатолия Семеновича, его награды. Кемоситый неоднократно был в этом клубе. Вот как раз вот первый состав клуба. Вот Василий Борисович Шестаков тоже выходец из этих стен. И вот здесь даже Андрей Шедловский, с которым мы только сегодня встречались. Андрей Шедловский, да, да, да. Значит, Татьяна Иванова, она здесь успешно работает уже в качестве тренера, имея своих учеников с хорошими результатами. То есть преемственность полностью сохраняется. Это кимоно олимпийцев? Да, да, это кимоно олимпийцев. Вот, значит, еще один из таких замечательных проектов, которыми может похвастаться и федерация, и школа, и клуб, это издание книг, посвященных, ну, выдающимся спадсменам, тренерам, организаторам спорта на нашей территории. Выпущено уже больше 20 книг, вот, посвященных этим персоналям. Опять же, выпускники и действующие спортсмены в том числе. Ну, это такая, явно, небольшая часть призов, потому что их, на самом деле, значительно больше, наверное, самые основные представлены. Видите, команда Чемпион России. Несколько раз наш город выигрывал. В этом году стали третьими, в прошлом году были вторыми. Результаты хорошие. Вот это, опять же, Семен Чулковок. Это его кимоно уже, его пояс, его записи, рабочие тетради. Вот, книга «Тренер», переведена на очень много языков мира. Как раз рассказывает целую биографию, его путь, его идеи, его мысли. И здесь даже вот написано «Первый международный турнир по самбо, 1974 год». Да, Антон Семенович, значит, записывал все очень подробно, постоянно. И как раз вот оба сына, которые продолжают это дело, и Михаил Анатольевич, и Евгений Анатольевич, они расшифровывают эти записи и подготавливают очень интересные книги, посвященные там истории развития питерского самбо и судейства вообще. То есть такие издания, которые основываются как раз вот на записях Антона Семеновича в том числе. Именно специализированные залы «Гильдядо». Не соревновательные, а именно вот тренировочные. Ну, все условия. Спасибо. Спасибо. Спасибо.